Итак, всем привет! Сегодня мы рассмотрим самых метовых персонажей на разных трофеях. Ээээ... трофеях, вернее. Итак, Мортис у нас довольно часто встречается на 600 и более кубков, иногда и на 550. Их может в игре попасться как и 2 Мортиса, так и больше. Даже 5 иногда. Было у меня где-то 2 раза такое. Но это небольшие трофеи, сами понимаем, что многие могут поднять. У меня Мортиса нету, как бы это глупо сейчас не звучало. Но мне этот персонаж определенно нравится тем, что он может очень быстро уйти от соперника или наоборот добраться до него. Мортис, он такой популярный, наверное, потому что... Да я даже не могу описать, почему же он такой популярный. Все-таки боец хороший, он мало кого особо так вблизи побеждает. Но есть у него уже 4 таких персонажа. Это метатели. Ну и не только. Погнали дальше. Переходим к часто встречающимся персонажам на 700-850 трофеев. Таких персонажей у нас довольно много. Два месяца назад мы могли бы отметить среди этого списка Эль Прима. Но пока что самый запоминающийся это Джин. Он уже довольно держится на этом рубеже. И я считаю, что довольно обоснованно. Ведь он может издали нанести какое-то количество урона. И к нему будет очень тяжело подойти. Тем более его гаджет очень хорош. Ну, по крайней мере, первый гаджет. Потому что он может откинуть соперника. Ну, как бы ему будет не очень приятно. Тем более он дает 600 очков здоровья Джину. Гаджеты Эмс и Джина, они очень похожи. Конечно, разница у них в том, что один дает здоровье и откидывает. А другой дает урон и откидывает. Но все равно. Джин очень хорош тем, что он наносит неплохой такой урон. Он один из самых дальних персонажей. И поэтому, в общем, даже если он как-то издали нанесет тебе урон, то этот урон будет довольно неплохим, чтобы хотя бы помешать тебе. Ну, что же, мы идем далее. Следующий персонаж на этих же трофеях, и может немного меньше, это Ворон. Ворон, он, в общем, я не хочу его долго рассматривать, потому что он уже был, как и Джин был в наших топах прошлых. Это моя относительно новая рубрика. Поэтому поддержите ее лайком, я начну снимать что-то еще. У меня довольно много идей по этому поводу. Я уже не знаю, что про него сказать, потому что уже все его детали и мелочи мы обговорили. Поэтому просто погнали дальше. Эмс тоже довольно часто встречается и раньше встречалась на этих трофеях. Ее механика очень простая, и ее урон просто огромный. И довольно быстрая перезарядка тоже решает, потому что, ну, как бы она явно не самая высокая в игре, как у Биби, Эдгара, Фрэнка. Но тоже довольно многое решает, ведь смотрите, как просто она может разносить почти каждого персонажа, если никто не подойдет к ней близко. Да и то, с ее гаджетом, который у нее, в общем-то, только один, подойти к ней очень трудно, потому что он откидывает, да еще и дает небольшой урон тебе, а потом Эмс просто дает пару выстрелов по тебе, и, в общем-то, дело твое становится очень плохо. Даже если ты нанесешь урон Эмс большими банками, то ты только успеешь нанести урон, а сам уже будешь мертв. И, в общем-то, этим Эмс очень хороша. Обсуждать ее довольно долго не будем, мы ее уже обсуждали в прошлых выпусках, погнали дальше. Недавно оказавшийся метовым персонаж Гейл. Его довольно недавно стали приводить в порядок, простите за такое выражение. Он, конечно, и так был сильным, но его мало использовали на высоких кубках. Да и на низких тоже мало. Он был забытым. Но благодаря новому гаджету и вообще, в принципе, стремлению абсолютно всех, кто любил этого персонажа делать его метовым, в общем, это все удалось, и теперь он в мете. Тем более, обе его звездные силы довольно хороши, и она замедляет соперника на такое маленькое время, но если учесть, что это обычный заряд, а, в принципе, у Гейла перезарядка очень быстрая, все это довольно полезно. Его оба гаджета неплохи, но, конечно, нынешний новый гаджет, вихрь, он просто очень хорош, если на Гейла хотят наброситься какие-то ближники. Ну, кстати, тот же Мортис, у него вообще ничего не получится, если внутрь этого вихря встанет Гейл. В общем, проблемы будут у Мортиса, если учесть, что у Гейла еще такой неплохой урон, и он успеет зарядить супер. Ну, его супер, конечно, и во времена, когда его редко использовали, было очень сильно. Ладно, погнали дальше. Ну, и перейдем к высшей, скажем так, мете. Эти персонажи встречаются в столкновении на определенных кубках вроде 900 и выше. Хотя, не знаю, в чем прелесть этих персонажей, но в одной катке могут попадаться Макс. И сейчас увидите, кто. Делайте свои предположения и напишите в комментариях тайм-код. Я хочу знать, у кого, какие были идеи по этому поводу. Но, я думаю, многие из вас догадываются. Это предпоследний персонаж, поэтому гадать вам будет тяжело. Конечно, одного персонажа я не отметил, но он довольно понятен по своей механике, был всегда. Поэтому рассмотрим Макс. Ее фишка это скорость. И ничего, кроме скорости, у нее, по сути-то, и нет. Но довольно быстрая перезарядка и как раз-таки четыре тычки они дают довольно хорошее преимущество, потому что кому-то как раз-таки не хватает этого же. Допустим, если бы у Бео было столько зарядов, как у Макс, то, конечно, Бео бы и сейчас была очень популярной. Макс легко удирает от соперника с помощью гаджета. Ну и, конечно же, гаджет, когда Макс возвращается обратно, тоже был довольно неплохим. Но особо долго Макс рассматривать незачем дальше. Ну, а если честно, дальше просто у меня ничего нету. Вторая часть выйдет, когда вы наберете 8 лайков. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!